Данное уравнение. Числитель 1 плюс 2 синус квадрат х минус корень из 3 умножить на синус 2х. Знаменатель 2 синус х минус 1 равняется нулю. А. Решите уравнение. П. Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку. От π до 5π на 2, включая концы. Для начала перепишем. 1 плюс 2 синус квадрат х минус корень из 3 на синус 2х. Знаменатель 2 синус х минус 1 равняется нулю. Получается у нас есть дробь. Дробь равна нулю в том случае, если числитель равен, знаменатель нет. Тогда у нас получается 1 плюс 2 синус квадрат х минус корень из 3 умножить на синус 2х. Равняется нулю. И знаменатель не равен. 2 синус х минус 1 не равняется нулю. Преопразуем нашу систему. Напишем единицу как синус квадрат х минус косинус квадрат х. Тогда у нас получается синус квадрат х плюс косинус квадрат х плюс 2 синус квадрат х минус корень из 3, а синус 2х напишем как 2 умножить на синус х на косинус х. Используя формулу двойного угла. Равняется нулю. Второе уравнение. 2 синус х не равняется единице. Приведем подобные члены в первом уравнении. Тогда у нас получается 3 синус квадрат х минус 2 корня из 3 синус х косинус х плюс косинус квадрат х. Во втором уравнении выразим синус х. Тогда синус х не равен 1 второй. Заметим, что первое уравнение это квадрат разницы. Тогда у нас получается корень из 3 синус х минус косинус х. И все это в квадрате равняется нулю. Решим это уравнение. Тогда у нас получается корень из 3 на синус х минус косинус х равняется нулю. Разделим все наше уравнение на минус 2. Тогда у нас получается 1 вторая косинус х минус корень из 3 на 2 синус х равняется нулю. Преобразуем. Одну вторую мы можем написать как косинус и на 3. Корень из 3 на 2 мы можем написать как синус и на 3. Тогда у нас получается косинус х умножить на косинус пи на 3 минус синус х на синус пи на 3 равняется нулю. А это формула косинуса суммы. Тогда у нас получается косинус от х плюс пи на 3 равняется нулю. Нарисуем числовую окружность и отметим наши точки. Косинус х равняется пи на 2 в точках пи на 2 и минус пи на 2. Тогда х плюс пи на 3 равняется пи на 2 плюс пи на 3. Преобразуем. Тогда у нас получается х равняется пи на 2 минус пи на 3 плюс пи на 3. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получается что х равняется пи на 6 плюс пи на 3. Также не забудем про то что синус х не равняется одной второй. Обозначим это на нашей числовой окружности. Тогда у нас получается что х не равняется пи на 6 плюс 2 пи на 3. И х не равняется 5 пи на 6 плюс 2 пи на 3. Заметим что часть корней не проходит по области определения. Для того чтобы решить обозначим наши корни на этой же числовой окружности. И отбросим ненужные корни. Тогда у нас остается х равняется 7 пи на 6 плюс 2 пи н. Часть а решена. Перейдем к части b. В части b х принадлежит интервалу от пи до 5 пи на 2. Тогда мы можем записать следующее. Что пи меньше либо равно чем 7 пи на 6 плюс 2 пи н. И меньше либо равно чем 5 пи на 2. Домножим наше двойное неравенство на множитель 6 деленное на пи. Чтобы избавиться от знаменателей и от буквы пи. Тогда у нас получается 6 меньше либо равно чем 7 плюс 12 н. И меньше либо равно чем 15. Перенесем семерку через знак двойного неравенства. Тогда у нас получается минус 1 меньше либо равно чем 12 н. И меньше либо равно чем 8. Разделим наше неравенство на 12. Тогда у нас получается минус 1 двенадцатая. Меньше либо равно чем н. И меньше либо равно чем 8 двенадцатых. Тогда отсюда можно сделать вывод, что н равняется 0. Найдем этот корень. Х равняется 7 пи на 6 плюс 2 пи н. n равняется 0, то есть плюс 0. Тогда x равняется 7π на 6. Запишем ответ. Часть А. x равняется 7π на 6 плюс 2n. Часть В. x равняется 7π на 6. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.